Я начну эту лекцию опять с физической составляющей. Я буду давать вам какие-то практические советы, которые нужны для того, чтобы быть здоровым, не погибнуть просто так от этой тяжелой болезни, которая сейчас на нас навалилась. То есть нужно движение, движение — это жизнь. Также нужна радость, нужна молитва, нужно побеждать себе депрессняк, побеждать себе чувство подавленности, страха. Иммунитет — это такая сила, огненная сила в организме, которая быстро реагирует на вирус. Понимаете, это энергия огня в организме. Если у вас газы постоянно в животе, буль-буль-карасики, то есть вы чувствуете, что-то не хватает в животе, что-то не переварится. Это значит, что уже иммунитет ниже. То есть если в животе ощущение, что ничего не сварилось, нужно движение, нужно долго ходить. А еще лучше научиться бегать, потому что когда человек бегает, происходит кардинальное изменение в организме. Когда человек бежит, все ненужное быстро уничтожается. Это тоже касается раковых клеток. Если человек бегает длительный, надо постепенно научиться бегать долго. Потому что бег на длительный, ну то есть максимально, или, ну допустим, женщинам трудно вообще бегать в принципе. У меня жена 4 часа ходит раз в 4, где-то в 5 дней. Непрерывно 4 часа идет. Это полностью очищает весь организм. В результате у нее были проблемы, была доброкачественная опухоль. Она начала рассасываться, и совсем почти ее уже не осталось ничего, благодаря длительной ходьбе. И она тоже периодически раз в месяц получала простуду всегда, страдала простудой. Сейчас нет никаких простуд. Ну сбор плюсом мы носим, и плюс вот она длительно ходит. А я бегаю. То есть я бегаю час 50 раз в 6 дней. Этого достаточно, чтобы полностью очистить организм от всех токсинов. Когда человек бежит, у него сгорает все ненужное. И тоже длительная ходьба дает такой же результат. Час 50 бега или 4 часа где-то 24-20 ходьбы. 4 часа раз в 5-6 дней. Дает такой результат. Омоложение полного организма и сжигание всего ненужного. Если у тебя там есть эти клетки, через вот эти... Даже я думаю, ну сразу человеку трудно научиться 4 часа ходить. Даже если вы 2 часа будете ходить, уже вы не заболеете. Понимаете? То есть у вас огонь, пищеварение будет работать, и все у вас будет нормально в результате. 16 километров. Можно в километрах мерить. Да, в километрах можно. 17 километров где-то это полное очищение организма, если бежать. Вам хватает вполне. У вас нету вирусов, и вообще у вас отличная физическая составляющая в органе. Скорость надо бежать очень медленно и мягко, чтобы вообще дышать хорошо, спокойно. Не нужно напрягать себя, нужно бежать спокойно, радостно. Спокойно.